А, видео. На мне должна быть вторая кнопка, которая включает мое существование в кадре. Да, теперь все есть. Вот, я только что говорил о том, что на часы мне пришло уведомление от Алиэкспресса, и, Илья, начинайте быстрее. Ну, видимо, участвовать в акции какой-то, воспринимая это как призыв к началу лекции. Итак, здравствуйте, уважаемые обучающиеся и жаждущие научиться всему, что есть на свете, а в данном случае конкретно математике. Меня зовут Балашков Илья Владимирович, я преподаватель физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Казалось бы, почему я могу ввести математику, если я физик, но это математика и физика, они существуют неразрывно друг с другом. Поэтому тот, кто физик, тот и математик одновременно. Поэтому я сегодня хочу на нашей первой встрече, а вы будете заниматься со мной, ориентируясь на программу 11 класса, сегодня я хотел бы с вами познакомиться, чтобы вы послушали меня, увидели, какой я, я посмотрел бы на вашу реакцию. Поэтому призываю вас и даже прошу вас, чтобы я чувствовал своих учеников, то есть вас, писать в чат ваши эмоции, ваши чувства, ваши вопросы. Если вам что-то непонятно или у вас дополнительный вопрос, пишите. Вот, передо мной чат открыт, я буду видеть, что там что-то происходит и по возможности отвечать. Итак, сегодня у нас лекция такая вводная. Я бы хотел, так сказать, попытаться до вас донести, почему математика это на самом деле круто. Я сам учился в школе, было это не так давно. Да нет, давно. Ну, в общем, закончил я ее 13 лет назад, эту самую школу. И, знаете, вынес оттуда такое впечатление, что математика это то, что нужно учителю. Мол, ну, сказали мне ходить на эти уроки, запоминать, что там говорят. Я хожу и запоминаю. А где здесь вот, ну, не знаю, какая-то загадка? Где здесь какое-нибудь применение в жизни? Мол, стандартное такое, стандартное высказывание. Я думаю, вы, ну, некоторые из вас его точно сами воспроизводили. Мол, а зачем мне это? А зачем мне логарифм? Зачем эти свойства логарифм? Зачем вообще это все? Кажется, что в повседневной жизни все, что надо знать, это уметь пользоваться калькулятором, то есть знать, как выглядят арабские цифры, которыми мы пользуемся, и как выглядят значки умножить, делить, вычесть и сложить. Ну, что вам сказать? Действительно, действительно, не всем людям нужна математика. Действительно. Однако, человек, не знающий математики, во-первых, страдает, он может даже и не понимать, что он страдает, но на самом деле страдает, от неразвитой логики, например, потому что математика, она, ну, как бы вынуждает человека строить логические цепочки. На самом деле, решение задачи – это есть логическая цепочка рассуждений. Даже когда вы решаете банальное квадратное уравнение, у вас тренируются определенные центры в мозгу. Ну, как бы вы, анализируя уравнение, начинаете рассуждать, какие коэффициенты, как с ним быть, по какой формуле там действовать. Ну, соответственно, если взрослый человек говорит, что ему математика не пригодилась, это значит, что он очень серьезно ограничивал свою жизнь. Математика нужна, с трудом могу придумать такую область человеческой деятельности, где она не нужна. Можно сказать, например, в искусстве. Зачем там математика? Ну, во-первых, в зависимости от того, какое искусство, а во-вторых, она и там в искусстве математика присутствует. Действительно, если вы делаете, допустим, какую-нибудь лепите статую, то вам надо уметь, ну, типа, рассчитать ее геометрические параметры. Математически это обычно происходит. Так что математика пригодится, это во-первых. Во-вторых, это уже в-третьих даже получается. На мой взгляд, и когда вы получаете формулу, изучая математику, без объяснения того, откуда она вообще взялась, это значит, вы не имеете возможности ее как-то воспринять, что называется, по-человечески. Ну, то есть понять, как это работает. Вот, в-четвертых, ну, приведу вам пример такой из своей жизни. Я не знаю, странно это или не странно, но когда я был маленьким, ну, то есть 4-5 лет, мне почему-то нравилось с отцом играть в такую странную игру, которая на самом деле мне потом очень пригодилась. Он приходил с работы, уставший, он вообще сам физик, кандидат в физмат-науку. Приходил с работы, были 90-е годы, тяжеловато. Вот, ложился на диван, смотрел телевизор, а, ну, я маленький, энергия через край. И он мне предлагал в уме считать произведения чисел. Ну, сначала однозначные, потом двузначные. В общем, к первому классу я в уме перемножал трехзначные числа. Кажется, что это, ну, как бы слово тут деликатное подобрать, бред какой-то. Тем не менее, теперь я вам, ну, с уверенностью могу, убедительно могу вам сказать, что если вы хотите, чтобы ваш мозг работал эффективно и на полную, старайтесь избегать калькулятора. Считайте все в уме. Потому что это развивает и фантазию. Вам нужно представлять, ну, если вы нажали когда-нибудь числа в столбик, то, я думаю, вы видели, как это происходит, что это, ну, такая блок-схема, можно сказать. Для того, чтобы перемножить в уме числа, вам надо эту блок-схему себе нарисовать в воображении. И это потрясающе развивает. Это во-первых. Во-вторых, из-за того, что у меня, ну, вот по такому странному стечению обстоятельств развит устный счет, я постоянно наталкиваюсь на обман. В основном это происходит в сфере торговли. Знаете, буквально на той неделе был в «Пятерочке», по-моему, да, магазин у нас такой продуктовый. И вижу, там написано, стоит, по-моему, банка лимонада какого-то, и написано «Скидка 35%. Я смотрю, там же исходная цена указана и конечная цена указана». Я, ну, по привычке быстро перемножаю на исходную цену на 0,65, то есть на остаток от процента. И вижу, что на самом деле скидка не 35%, а что-то типа 15%. Я думаю, ничего себе, ну, с какое количество людей увидели вот эту цифру, 35%, это почти 50%, ну, прям половина. Думаю, это отличная скидка. И взяли, не раздумывая. А оказывается, далеко не все так приятно. Вот что позволяет, ну, как бы, быстрый устный счет. И поверьте мне, этому натренироваться, в общем-то, несложно. И в том году, когда я вот в нашем, в нашей онлайн-школе также преподавал математику, под Новый год мне организаторы предложили прочесть какую-нибудь большую лекцию, ну, такую, как бы неакадемическую, да, по математике. И я, в общем, надеюсь, что и в этом году такое будет. Там я покажу вам, как математика и счет помогают, ну, в общем, осуществлять фокусы, в которых нет никакой ловкости рук, а есть только вот эти вот математические закономерности. Вот, это правда, ну, не знаю, лично я получал удовольствие от того, что происходило. Несмотря на то, что мы на расстоянии, я смогу это сделать, ну, показывая вам на камеру, общаясь с вами через чат. Вот, ну и заканчивая эту мысль про счет, мы и начнем сегодня, как ни странно, да, программы 11 класса, с обсуждения того, с чего вообще математика началась. Я вообще буду стараться на протяжении всего курса вкраплять в свое повествование и исторические аспекты, потому что это, правда, очень любопытно, как люди приходили к тому или иному решению в развитии математики. Вот, и более того, еще хочу сказать вам такую важную вещь, что математика, надо понимать, надо это почувствовать. Математика – это язык. Это язык общения между людьми. Но в чем категорическая прелесть, я бы даже сказал, ну, такая потрясающая особенность математики. В какой-то момент этот язык общения, который начинался с того, что люди просто говорили три предмета, там, пять мешков и еще что-то подобное, то есть просто, ну, обычная, обычный порядковый числительный, все это дошло до того, что математика позволила вообще перевернуть, как бы, подход к изучению окружающего мира и позволяет без привязки к реальному миру, к эксперименту какому-нибудь, к задаче какой-нибудь, сама собой производить открытие. Ну, иными словами, вот такое нагромождение фактов в истории математики привело к тому, что она способна теперь существовать отдельно от нас. Это удивительно. Я, честно говоря, до конца это сам осознать не особо могу, потому что, ну, как это, знаете, кто-то когда-то начал с того, что, слушайте, а почему бы нам вот не нанести точки на график? Не знаю, зависимость прибыли от времени. Где вот тут засечки – это месяцы. Вот что должно было произойти, чтобы человек захотел нарисовать график. И вот так вот поставив точки, еще и смог пойти дальше в своих умозаключениях. А что будет, если эти точки соединить линии? Для вас сейчас, ну, как для старшеклассников, это, ну, очевидно, есть точки, соединяя их линии. А почему их надо соединять линии? Кто первый догадался, что если вот так вот их соединить и еще и попытаться каким-то образом описать, то это пригодится для чего-то? Вот сейчас мы легко это поймем для чего. Если взять дифференциальную математику и применить производную, можно рассчитать рост прибыли, то есть скорость прибыли. Это понятно. Но тогда же не существовало никакой дифференциальной математики. Зачем было описывать функции? Непонятно. Но кому-то это в голову пришло. Итак, вот на подобных вещах я буду в том числе акцентировать ваше внимание. Задумывались ли вы когда-нибудь, например, я не буду сейчас отвечать на этот вопрос, но задумывались ли вы? Вы же знакомы с тригонометрическими функциями? Ну, видели их когда-нибудь? Вы помните, как... Вот у меня еще в школе этот вопрос был. Как так получилось? Что когда вводят определение синуса, то говорят, вот угол альфа. Тогда синус альфа. Есть отношение противолежащего катета гипотенузе. Помните такое? Проверка чата и звука. Вот. И дальше, когда мы в геометрии пользуемся синусами и косинусами, то мы применяем вот эти соотношения. Скажите, при чем тут график функции y равно синус x, который выглядит вот так. Прямоугольный треугольник. Волнообразная функция, бесконечная, периодическая. Что это вообще за синус x? Это угол или что это? Потрясающе, но x это не угол. Так получилось, что если изучать вот это соотношение А к С, то там происходят такие периодические изменения. А значит, подумало человечество, это можно использовать для описания колебаний, которые происходят вообще во всех разделах человеческой жизнедеятельности. В экономике, в биологии, в химии, в физике, где угодно. Получается, что вот эта функция, она по сути то, и никак не связана с этой, с этим определением, синусом альфа. То есть она стала жить самостоятельно. И теперь синус применяется, а надо понимать, когда его применять, для решения совершенно других задач. Никто и не помнит ни про какой прямоугольный треугольник. Вот так вот. И такого очень много в математике. Вот. Я активно читаю литературу по истории математики. Ну, там, конечно, встречается зубодробительная скукота, но вот эти вот первоисточники знакомых нам функций в основном применяются, применялись и были введены вообще не для того, для чего мы их используем. Используем сейчас. Ну что же, начнем с чисел. Я надеюсь, что у вас, ну, как бы, благодаря нашим встречам, сформируется, знаете, наверное, самое главное, что должно быть у человека, чтобы он, ну, прожил жизнь человека, а не биоробота. Это интерес и желание делать что-то просто так. Знаете, мне вот очень понравилась мысль, мне, правда, ну, в процессе изучения истории физики, мне очень понравилась мысль, которая существовала в Древней Греции. Почему Древняя Греция, ну, там, интервал от 500-го где-то до 300-го, там, 200-го года до нашей эры, почему они вдруг, почему они вдруг решили изучать природу вокруг нас? Почему до них не существовало никакого научного метода? Почему, например, в Древнем Египте, который был гораздо раньше, чем Древняя Греция, там как-то эти знания, они передавались вот от жреца к жрецу, там, как что построить, какой там блок, например, соорудить, чтобы груз поднять, но никакого систематического изучения. Мол, а почему так работает блок? Какие природные явления в это заложены? И вдруг греки решили, мол, надо обдумать, как это работает. Мне очень понравился аргумент. Первый аргумент, почему они как бы смогли себе позволить этим заняться. Потому что это интересно. И мне это, ну, понимаете, вот на этом слове интересно родилась в итоге вся наука, достижениями которой мы пользуемся каждодневно. Потому что каким-то людям стало интересно, просто интересно. Не было цели ни заработать, ни доказать что-то там кому-то, кто лучше, кто хуже, продать ничего не хотелось. Просто интересно. И математика – это как раз та наука, которая, мало того, что прикладная, так она еще и может быть просто интересной. Как устроена какая-то функция, как она работает, что она описывает. Вот. Надеюсь, что у вас, тем более, 11 класс, то есть можем вовсю пользоваться уже достаточно сложным математическим аппаратом. Я вот постараюсь, чтобы вы, ну, прям почувствовали, что изучать, там, не знаю, свойства логарифма – это круто. Потому что логарифм сам по себе крутой. Он очень много чего может. Вот. И без него наша жизнь была бы вообще не такой, какая есть сейчас. Поэтому вам предлагаются на халяву изучить свойства. По-моему, неплохо. Ну что же, вы именно так могли почувствовать, что я такой романтик в душе. Ну что, мол, как бы сухо и черство что-либо делать мне лично сложновато. Но я не настаиваю, может, кому-то нравится. А мне вот важны такие вот чувства. Мол, если что-то делают, то оно должно быть, должно вызывать какое-то чувство. А, допустим, там, заработок денег, он чувство не особо оно вызывает. Оно вызывает, ну, или базовые чувства такие. Есть деньги, ну, там, вкусно поем. Но это не та амплитуда чувства. Итак, какие же, господа, бывают числа? Давайте представим, что мы находимся в древнем мире. Для чего нам нужны числа? Я, в общем, озвучивал уже эту мысль. Для того, чтобы что-то пересчитать. По сути, это означает удобство хранения и транспортировки информации. Но вам не нужно запоминать, какое количество предметов вы видели. Вам надо запомнить число, означающее соответствующее количество увиденного. Поэтому первые числа на нашей планете, хотя, может, вообще в животном мире тоже есть всевозможные числа. Знаете, там есть такие прикольные штуки. Некоторые рыбы тоже умеют считать. Я недавно читал, очень любопытно. Я не знаю, кому это пришло в голову, как эксперимент проводить. Брали рыбу, помещали ее в большой аквариум. И предлагали ей... Вот, давайте, я художник от бога. Вот рыба. Похоже, вид сбоку. Рыба. И вот здесь у нее была такая вот в аквариуме перегородка. Все прозрачное, естественно. И здесь были тоже рыбы. Ну, я их вот так вот изображу. И это была целая серия экспериментов. Сюда помещали, ну, допустим, четыре рыбы. А сюда помещали для начала, ну, допустим, шесть рыб. Что делала эта рыба? Она... Ну, ей предлагался выбор, да, к какому косяку примкнуть. И вот когда количество было четыре и шесть, эксперимент повторили несколько раз. И она все время выбирала разное. Ну, то есть, никакой систематизации. Но как только соотношение вот этих вот самых рыб в двух, как бы, по сути, аквариумах было равно двум к одному. Ну, то есть, их тут восемь было. Рыба неизменно выбирала. Вот этот вот косяк. Взяли, поменяли количество. Здесь десять, здесь пятнадцать. Опять хаотично выбирает. Сделали десять-двадцать. Опять больший косяк выбирает, но соотношение два к одному. Что у нее в мозгу происходит, как она это обрабатывает, непонятно. Но это означает, что она умеет считать. Правильно? Раз совершает выбор на основе только количества. Ведь меняется только количество. Если бы меняли рыбы, ну, не знаю, поместили бы сюда акулу, то рыба, очевидно, поплыла бы подальше от акулы. Правильно? Но там не было, там были ей подобные виды. Так что в природе это тоже встречается. И много такого. Где, кто и как умеет считать. Это, кстати, активно используют в цирках. Там с определенными животными, типа медведей, слонов. Итак, первые числа были вот эти порядковые числительные. Которые мы нынче называем натуральными. Обозначаются они вот такой вот буквой Н. С утолщенной ножкой. Любопытно, что в разных странах натуральными числами называют разные множество чисел. В большинстве стран считается, что натуральные числа начинаются с нуля и дальше 0, 1, 2, 3 и так далее. Как говорят, неотрицательные числа. В России считается, что натуральные числа начинаются с единицы и так далее. Любопытное историческое, так сказать, историческое недоразумение. На самом деле это не сильно мешает, потому что, ну, считать мы начинаем все-таки в повседневной жизни с единицы. Тем не менее, имейте в виду. Далее. Как вы думаете, какое число появилось, какие числа появились вслед за порядковыми числительными? То есть, вслед за единицей, двойкой и тройкой, четверкой и так далее. Ваши идеи? Да-да, иногда я буду задавать вам вопросы. Нет, не дробные. Представьте, что вы древний человек. Вот у вас есть 1, 2, 3 мешка, 4, 5, 6, 8 мешков. К необходимости какого числа вы придете? К нулю пришли. К нулю, господа. Любопытно. Любопытно. Ноль вообще с латыни переводится само слово как никакой. Любопытно, что ноль по смыслу появился не как обозначение отсутствия. Это просто странно. Ну, сколько там, не знаю, яблок на дереве? В чем проблема сказать нет яблок? Это же то же самое, что ноль яблок. Поэтому и не нужен был ноль. Его ввели для того, чтобы обозначать разрядности. Ну, то есть, дошли мы до 9 мешков. А дальше что? Ну, не придумывать же бесконечное количество уникальных цифр с разным названием. Поэтому ноль появился вот здесь. И только впоследствии, когда математика развилась, ноль стал играть центральную роль. Потому что, стихи хорошие, ноль стал играть центральную роль. Потому что он на самом деле является точкой отсчета для всего. Например, начало координат. Оказалось потом в науке, что вот это вот начало отсчета, это центральное понятие. Относительно чего-то должно все происходить в окружающем нас мире. И относительно нуля это наиболее удобно. Как бы где вы разместите ноль, там все и начнется. Следующие числа, уважаемые слушатели, которыми стал пользоваться человек, это отрицательные числа. Отрицательные числа не являются натуральными, потому что странновато что-то считать отрицательными числами. Но я думаю, вы легко догадаетесь, для чего они были введены. Потому что, опять же, если вдуматься, это странно. Зачем отрицательные числа? Сколько у тебя яблок? Минус три. Чего? Означает, может означать, пожалуй, только одно. Как вы думаете? Именно. У меня минус три яблока только в том случае, если я вам должен три яблока. Звучит странновато. Поэтому на введение отрицательных чисел понадобились тысячелетия. Серьезно? Зачем? Вот. Это было сложно осознать, что если перед числом поставить черточку, то есть то, что мы сейчас называем минусом, то оно будет по другую сторону нуля. Но впоследствии оказалось, что это также важно. Отрицательных величин в окружающем нас мире много. Конечно, самый яркий пример – это долг. Итак, как же объединить натуральные числа и отрицательные числа, и как их назвать? Их назвали целыми. То есть следующее, вот стрелочку так поставим, это целые числа, которые обозначаются буквой Z. Целые – это все… Даже как-то странное определение получается. Целые – это все целые и чистые, то есть не дробные. В математике часто такие определения. Далее. Следующим понадобились, безусловно, дроби. Для чего? Ну, очевидно, это, конечно, связано было с торговлей. Когда рынок развивался все более бурно и бурно, появились такие вопросы. Мол, вам там, не знаю, нужен рис? Да, будьте добры, полмешка. Вот полмешка, за это платили деньги, а значит, нужно было как-то регистрировать в какой-то системе, базе, чтобы было продано одна вторая мешка. Соответственно, когда добавились дроби, вот, к натуральным и целым, ну, то есть просто к целым, то появился новый массив чисел, которыми мы, в общем-то, и пользуемся в повседневной жизни до сих пор, под названием рациональные числа. Буквой R обозначается. Дальше появились иррациональные числа. А любопытно определение иррациональных чисел. Иррациональные числа – это нерациональные числа. Как-то так. Я надеюсь, вы усвоили, потому что в математике это, опять же, удобно говорить, мол, возьмем какое-нибудь число из множества рациональных. И вы такие, ага, нам подходят положительные целые, отрицательные целые, положительные дробные, отрицательные дробные. Как вы думаете, это уже вопрос достаточно сложный со звездочкой, а как могли, по причине чего, появиться иррациональные числа? Иррациональные – это, например, корень квадратный из трех. Они характеризуются тем, что их не представить в виде обыкновенной дроби. Ну, действительно, попробуйте представить корень из трех в виде дроби. Не получится. Итак, ваши идеи. В какой момент? Вы прекрасно это на самом деле знаете, может быть, не задумывались. В какой момент иррациональные числа очевиднейшим образом понадобились? Когда грекам стало интересным. Ну, вы правы, это дело происходило в Греции. И да, Екатерина, вы правы, речь идет о геометрии. Как вы думаете, о чем из геометрии идет речь? Углы? Не-не-не, все проще, гораздо проще. Вы все прекрасно знаете, это одно из центральных понятий геометрии. Вот появилось правильное словосочетание прямоугольный треугольник. А что описывает прямоугольный треугольник? Главная формула-то какая? Тригонометрия – это все-таки раздел математики целый об углах. Да, это, конечно, теорема Пифагора. Теорема Пифагора – это, можно сказать, как это отправная точка рождения аналитической математики. То есть, когда формулу чуть ли не впервые оказалось возможным применять для каких-то реальных дел. Ну, посмотрите, как это на словах. Давайте построим забор. Давайте. А какой у вас участок? А, у нас участок в виде треугольника. Могите, ага, и сколько вам забора надо? Ну, мы такие, ну, конечно, можно взять линейкой, померить все это и сложить. Ну, а если это участок размером 6 километров на 2 километра? Вот здесь начинается уже практическое использование математики. Безусловно, 6 километров и 2 километра придется померить. А как иначе? Ну, представьте, что вы идете с рулеткой. Прошли уже 8 километров. И думаете, да сколько можно? Ну, неужели не придумать какой-нибудь способ вот по этим двум перпендикулярным отрезкам узнать третий отрезок? И вот Пифагор такой, очевидно. Воспользуйтесь моей теоремой. С квадрат равно А квадрат плюс Б квадрат. И все-таки, да ладно, неужели это к любому прямоугольному треугольнику можно применить? Да, это так. Правда так. Формулу ему вывести позволил, естественно, эксперимент, но только на маленьких треугольниках и с удобными числами. То есть с теми, из которых извлекаются квадратные корни. Но жизнь не стоит на месте. Невозможно же участки строить только по принципу, чтобы из катетов получалась хорошая гипотенуза, чтобы корень извлекался нормально. Поэтому пришлось ввести иррациональные числа. Ну, действительно, так, тут у нас гипотенуза получилась корень из сорока. Или два корня из десяти. Вот оно, иррациональное число. Подход к иррациональным числам, к их расчету, в общем-то, все время один и тот же. Корень извлекается с какой-то точностью. Точность для разных задач может быть разной. Итак, какой же есть универсальный и существует ли он метод расчета квадратного корня из числа? Он существует. Конечно, есть калькулятор, но вообще вы должны понимать, что в калькулятор так-то заложена программа действий, по которой происходит расчет. Соответственно, кто-то должен строить калькуляторы, по крайней мере. Ну, и самое главное, что если вы не понимаете, как вручную рассчитывать квадратный корень, вы никогда не поймете, что такое точность расчета. Потому что, ну, как бы, это определенный труд ручное извлечение корня. Возьмем, допустим, корень из трех. Как я предлагаю рассчитывать значение квадратного корня из трех? Причем предлагаю это, собственно, сделать по порядку. Ну, то есть, первое действие посвящено расчету первого знака после запятой. Итак, я предлагаю взять и домножить. Сейчас скажу, на что. Ну, короче говоря, моя цель. Я хочу получить под корнем число, из которого можно получить двузначный корень. Я имею в виду при извлечении корня. Почему именно двузначный? Потому что нас, на самом деле, мы можем быстро прикинуть, что корень из трех это какое-то число между единицей и двойкой. Потому что один в квадрате это один, а два в квадрате это четыре. Значит, ответом будет один, запятая и дальше что-то. Мы начинаем рассчитывать второй знак разрядный, то есть, первый знак после запятой. Именно поэтому нам и удобно извлекать корень из трехзначного числа, потому что он будет двузначным. Первое число будет несомненно единица, по аналогии с корнем из трех, как мы сейчас рассуждали. А вот следующие числа это то, что нам как раз интересно. Здесь и формируется точность. Действительно, к чему ближе ответ? К двойке или к единице? Как получить из корня из трех корень из трехсот? Надо под корень внести сотню. То есть, домножить на десять. Но в математике нельзя просто так число или что-то другое взять и домножить. Надо, оно изменится, да, это уже не корень из трех, это уже корень из трехсот. Поэтому надо одновременно и поделить. Все это можно проделывать, естественно, в голове. Дальше мы вспоминаем. Квадрат какого числа наиболее близок к трехсотням. Поэтому это вам... На сегодня у вас не будет еще домашнего задания, но я вам рекомендую, просто вот категорически рекомендую, убедительно рекомендую выучить таблицу квадратов от одиннадцати до девятнадцати. Постоянно применяется в математике. Один раз выучили, и затем сэкономите просто тонны времени на том, что просто будете знать, что 361 – это же квадрат девятнадцати. Понимаете, нельзя зависать надолго, когда вы видите число, которое точно что-то означает. Таких чисел не так много. Итак, мы вспоминаем, что ближайший квадратный корень, ближайший квадрат числа – это 289. Что же получается? Получается, что корень из трехсот – это примерно корень из 289. мы, естественно, выбирали квадрат числа, который меньше, чем 300. То есть, брать, допустим, 18, квадратом которого является 324, уже неправильно, потому что это больше, чем 300, а нас интересует меньше. Получается, что это примерно 17. Но у нас, вообще-то, по логике, здесь надо ставить знак «равно», все время это дело еще делилось на десятку. И вот произошло вычисление корня из трех. Это примерно 1,7. В большинстве задач, надо бы правы, 289, в большинстве задач этого достаточно. Достаточно помнить, достаточно использовать, что корень из трех – это примерно 1,7. Если вы хотите точнее, то процесс будет чуть более долгим. Вам уже придется домножать не на 10, а, очевидно, на 100. чтобы здесь было два знака после запятой. Ну, это, безусловно, чуть дольше. Но так же можно. Здесь, конечно, удобно было, что корень из 289 – это табличная штука. Там же дальше вам придется более подробно подобрать корень. То есть, это уже будет не двузначное возводиться в квадрат, не 17, а трехзначное. Да. То есть, вам надо будет понять, какое это число в интервале, давайте его как-нибудь назовем, х, в интервале от 170 до 180. Понятно, да, почему? Потому что число 300 у нас лежало в интервале от 17 до 18. Ну, раз мы следующий разряд хотим, значит, ну, добавили по нулю, но не вышли из этого диапазона. Вот. Ну, соответственно, придется поперемножать в столбик. А что делать? 173 на 173, 174 на 174. Это не так долго, как кажется. Так вручную можно посчитать с точностью до второго знака. С точностью до третьего знака это значит, вам придется анализировать уже четырехзначные числа. Поэтому эта задача очень редкая. Вот. Как-то так. Понятен ли вам метод, о котором я говорил? В 99% случаев все ограничивается подбором вот этого трехзначного числа, являющегося корнем. Текс. Ну что же, нельзя обойти вниманием такие важные вещи в математике, как еще парочка любопытных и рациональных чисел. Это потрясающие числа. Одно из них называется экспонентой, другое называется числом пи. Кто знает, что такое число пи? Ну, я не про само число, а откуда оно появилось? Вряд ли, это, собственно, Пифагор число ввел, поэтому в честь него названо оно как число пи. Вряд ли он такой ходил-ходил-ходил-ходил, говорит, слышите, хочу именное число. Пусть оно будет 3,14. Вот так вот, видите, старшая школа, а число пи, а число пи, да, да, постоянная величина. Матвей верно сформулировал, как и Амир, что эта константа вообще не с неба упала. Действительно, если взять окружность, идеальная окружность длиной L и провести диаметр D, то кажется, что отношение L к D есть постоянное, которую назвали числом пи. И вот смотрите, да, я думаю, каждый из вас, в общем-то, слышал это определение. И даже когда сейчас услышал кто-то впервые, думаете, ну и что? Подумаешь, какая невидаль. Поделили одно на другое, константа. А если диагональ квадрата делить на сторону квадрата, всегда бы корень из двух. Почему бы не назвать это еще какой-нибудь константы? Ну, во-первых, во-первых, вы представляете, как это прикольно, вот это вот, как прикольно, как это прикольно посчитать. То есть, как это реально измерить? Это мы сейчас знаем, что это 3 целых, там, 14 сотых, кстати, это число пи, бесконечное число, причем не периодическое число. Как это посчитать? Это вот надо начертить окружность. То есть, человеку пришлось придумать такую вещь, как циркуль. Затем, видимо, взять веревочки и начать вот эти вот веревочки тут выкладывать. А у вас получается бесконечное непериодическое число. как его рассчитать? Идеи вот расчета были удивительными. Это потом уже с помощью счетных машин получилось досчитать там до статысячного знака после запятой и так далее. А тогда как? Брали, ну, пользовались методом так называемого н-угольника. Вообще, определение окружности, я думаю, некоторые из вас его помнят, это множество точек, равноудаленных от какой-то выбранной точки. Это, ну, логично. Однако, в высшей школе, в ВУЗе, обычно говорят уже по-другому. Говорят, что окружность это н-угольник, где н стремится к бесконечности. Ну, и действительно, если нарисовать, например, восьмиугольник. Да. Вот такой восьмиугольник. Ну, я хотел, чтобы он был симметричным. Похоже на колесо? Конечно, похоже. Он будет катиться, переваливаться через каждый угол. И если мы будем продолжать увеличивать количество углов, мы в какой-то момент вообще перестанем различать, это окружность или это именно угольник. Вот так примерно и подходили к расчету числа пи. Разбивали окружность на вот такие вот, можно даже сказать, хорды. и считали, сколько хорды умещается на длине окружности. А потом делили на диаметр. Вот. Это был первый уже теоретический расчет. Поразительно, но число пи очень плотно вошло в нашу жизнь, хотя это, казалось бы, просто соотношение диаметра к длине окружности. Ну, наоборот. Оказывается, оказывается, что если рассмотреть практически любую реку, давайте пофантазируем и нарисуем какую-то реку. Вот она вот течет. Течет такая вот река. Как обычно, да, вода выбирает наиболее удобную траекторию, там течет между гор, там, холмов, еще как-то. Так вот, оказывается, что если взять расстояние, ну, точнее, длину реки, то есть вот этой его траектории, и поделить на расстояние по прямой между этими двумя точками, между истоком и, ну, будем говорить, устем, то это соотношение будет π. То есть число π, оно прямо в природе. Почему так? Ну, чисто интуитивно, без применения достаточно сложной математики, чисто из траектории видно, что можно разбить реку на многочисленные окружности разного диаметра. А соотношение длины окружности к диаметру это π для всех окружностей любых диаметров. Значит, если реку можно представить как вот такие полуокружности, то по сути это как один большой круг, у которого по-прежнему длина окружности, то есть траектория относится к диаметру как число π. Вот. Мы поговорим, вы 11 класс, и мы обязательно поговорим на тригонометре о том, как так получилось, что мы считаем синус π. Это что же мы считаем? Мы только что говорили, что синус это отношение противолежащего катета к гипотенузе, а теперь мы еще и противолежащий катет к гипотенузе будем считать отношение длины окружности к диаметру, уже вообще какой-то вынос мозга, какое-то нагромождение фактов. Но оказывается, что просто они по отдельности, как я уже говорил про синус, имеют замечательные свойства и не противоречат совместному применению. Вот и все. Ну что же, число Е, которое, надо сказать, еще более могущественное в науке, чем число π, если у вас уже была такая тема, как производные функции, а мы вообще со следующего же занятия начнем очень коротко повторять, ну или для кого-то заново изучать или впервые изучать как раз вот азы дифференциальной математики, потому что производная без нее не обойтись. По идее, это программа десятого класса. Но не переживайте, у вас будет возможность, если мало ли, никогда не проходили, быстро, качественно познать самые производные, научу, как к ним, так сказать, просто подходить. И вот как раз в дифференциальной математике появляется это самое чудесное число Е под названием экспонента. Что оно из себя представляет? Оно представляет из себя бесконечную сумму следующих чисель. Это 1 плюс 1 делить на 1 факториал плюс 1 делить на 2 факториал плюс 1 делить на 3 факториал плюс и так далее. На всякий случай напоминаю, ну да, там какая школа как захочет, так и балуется с производной. Что вообще означает факториал? n факториал это произведение всех чисел от 1 до n. Ну, то есть, например, 3 факториал это 6, 4 факториал это, соответственно, 24. Это очень быстро растущая последовательность. Вот, соответственно, здесь на самом деле видно, что начиная уже с третьей, с третьего слагаемого, каждое последующее будет все меньше, меньше и меньше, потому что растет знаменатель. В конечном счете это также это иррациональное число, то есть число, у которого нет конца и края, и оно не периодическое. Примерно оно ну, вот так вот выглядит. Естественно, это запоминает просто странно. 4, 5, 9, ну и так далее. Какой-то стишок такой был, помнится, где-то видел. Чему равна экспонента? Что-то такое запомнить. Способ есть простой. 2,7 дважды Лев Толстой. Почему дважды Лев Толстой? Потому что это год его, дай Боже, памяти рождения. То есть, с помощью этого стишка вы можете запомнить до 9-го знака после запятой. Но, опять же, в основном пригождаются только первые два числа. 2,7 был такой ученый Эйлер фамилия, который, надо сказать, это число названо в честь него. Не он его придумал, но он придумал его несколько очень любопытных интерпретаций. Время у нас подходит к концу. Он придумал вот такую. это 2 плюс 1 1 плюс дробь 2 в этом числителе 2 плюс дробь 3 и так далее. Не знаю, как он до этого дошел. Это потрясающе. Число Е великолепно тем, что производная функции Е в степени x производная равна Е в степени x. И это круто. Это означает, что скорость изменения функции равна самой функции. Мы обязательно об этом поговорим, когда будем обсуждать функции, буквально, я так помню, в следующий раз. На сегодня, господа, все. Я надеюсь, вы сумели почувствовать мой подход, подход через призму чувств. Надеюсь, что вы сумели почувствовать хотя бы мои чувства. Вот. В математике очень много таких вот всевозможных фактов, которые, ну, я в условиях ограниченности собственного кругозора, не все на свете знаю, постараюсь до вас доносить. У вас будут, безусловно, домашние задания, но настрою я вас на работу с ними в следующую нашу встречу. На сегодня благодарю за внимание и до следующей субботы.